Всем привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем о плюсах и минусах. Быть качком я буду за плюсы, Санек будет за минусы, будем баттлиться, короче, и кто выиграет, тот красавчик. Естественно, в любом спорте есть минусы, есть плюсы, и сегодня мы их рассмотрим. Ну, первое в нашем списке, в моем списке в плюсах, это красивое тело. Когда человек ходит в зал, у него, естественно, со временем появляется красивое тело. Именно для этого все люди и ходят в зал, не правда ли? Появляется красивое тело, нравится девушкам. Не всем, конечно, качки нравятся, но некоторым нравится по-любому. И у тебя, короче, появляется чувство уверенности, да, когда у тебя красивое тело, ты можешь подойти к девушке и познакомиться с ней, потому что ты уверен в себе, что ты красавчик. Но сразу же с первым плюсом появляется и минус это стереотипы. Как только ты становишься более-менее похож на бодибилдера, сразу появляется куча вопросов, типа ты там качаешься на стероидах, ты, значит, тупой, ты не можешь ничего делать, у тебя почти не настоящая, у тебя не стоит, у тебя печень отвалится, ты умрешь в 40 лет. То есть очень много глупостей сразу появляется. Да, сразу же плюс идет это здоровье. Естественно, мы говорим про здоровье у тех атлетов, которые занимаются без стероидов, которые занимаются натурально, не кушают в Макдональдсах, не пьют алкаху и всякое такое. Естественно, будет здоровье, потому что, когда человек ходит в зал, он укрепляет не только мышцы, укрепляет и сердце, если делает кардио, естественно. И тогда получается, что человек становится здоровым, потому что он не употребляет всякий хлам, гамбургеры всякие, лимонады не пьет, потому что здоровое питание, ЗОЖ включает в себя только тренировки и здоровый образ жизни. Салатики всякие там, морковку, макарончики и так далее. Да, но тут же я могу сказать на этот плюс, это то, что многие ребята, которые приходят в зал, у них слишком завышенные ожидания. То есть они ожидают, что за 3 или 4 недели они станут Арнольдами, они упорно занимаются, но как только они не добиваются поставленной цели, которая изначально была нереальной, у них сразу появляются какие-то проблемы, лень, они не хотят тренироваться. Или наоборот, они сразу решают, что все-таки нужно что-то использовать, чтобы добиться этих результатов, начинают использовать стероиды, губят свое здоровье, начинают тренироваться как не в себя по 5 часов в день, каждый день, то есть в этом плане они могут угробить свои здоровья. И из плюсов сразу же идет это положение в обществе. Когда ты накачанный, когда ты такой красивый, смачный ходишь, все люди как бы к тебе гораздо лучше относятся, чем когда ты ботан какой, ты прыщавый, в очках там дрыщавый ходишь такой. И, конечно, брутальные мужики нравятся и девушкам, и от мужиков других респект, естественно, будет, потому что когда ты добиваешься каких-то результатов, другие окружающие люди оценивают это. Да, но тут же сразу идет такой пункт, это затраты, потому что очень много нужно тратить денег на то, чтобы поддерживать питание, потому что вам нужно питаться часто, вам нужно питаться много, вам нужно питаться качественной едой. Также у вас уходит на спортивное питание, пускай те, кто занимается на стероидах, у них уходят деньги, все равно на стероиды у вас уходят деньги, чтобы банально иногда сходить к массажисту или к врачу, провериться, что у вас все хорошо. То есть очень большие затраты у вас уходят на зал. И следующий плюс идет сразу же знание. Знание, почему? Многие считают, что качки тупые, да, на самом деле, стерять. Ну, отчасти правда, но такие как Филхит, там другие огромные качки, они довольно умные, потому что они имеют знание не только в анатомии, но и в других науках, чтобы знать, как строится тело, как работают мышцы, как заниматься. Прежде, перед тем, как вы пойдете, короче, качаться, нужно обязательно изучить всю биомеханику ваших мышц, потому что если вы будете неправильно делать упражнения, вы спокойно травмируетесь. Если вы не будете правильно выполнять упражнения, то, естественно, вы не накачаетесь, скорее всего. И эти знания очень важны, поэтому многие качки, особенно профессиональные, далеко не тупые во многих областях. На самом деле, вы можете посмотреть даже биографии самых знаменитых бодибилдеров в мире, и вы увидите, что у них может быть по несколько медицинских даже образований. То есть, очень умные ребята. В Арнольде там 3 или 4 вообще образования. Да, Франко Колумба также лучше. Там очень много качков. Он даже закончил медицинский колледж. То есть, у него огромнейшие знания в этой области. Так, что еще может быть? Опять же, пускай отнесем мы к здоровью, это смерть отстероидов, потому что многие, не добившись результатов за какое-то время, они приходят, там год, два, три тренируются, и у них нету таких результатов, которые они ожидали. И они думают, так, сейчас начну использовать стероиды, и у меня все будет классно. То же самое вы можете узнать вот про синтольных ребят, как Кирилл Терешин в последних темах. Они просто... Быстрого результата. Они хотят очень быстрого результата, но это может выйти боком, и вы просто угробите свое здоровье. Конечно. Из плюсов сразу же идет вот окружение. Естественно, люди. С людьми, с которыми вы будете общаться, это люди будут такие... Да, тупые качки. Да, тупые качки, да. Не, на самом деле, это люди будут, которые будут, ну, в вашей сфере, да, будут у вас, естественно, одинаковые знания, одинаковые умения, одинаковые, там, хобби, с которыми будет интересно общаться. На самом деле, даже если посмотреть у зала, все время приезжают машины такие достаточно состоятельных людей, потому что те, кто занимаются бизнесом или тем-то, они считают, что нужно поддерживать здоровый образ жизни. Конечно. За здоровый образ жизни все именитые люди. Так, ну, какой у нас следующий минус идет? Это... Бесконечная жратва. Да, ну, бесконечная жратва. Мы уже, наверное, сказали вам, в принципе, что нужны большие затраты, но особенно если вы эктоморф, вам придется очень много кушать, вам придется кушать правильно, для этого, конечно, будут уходить затраты и плюсом очень много времени. То есть для того, чтобы покушать, это не 5 минут, это все-таки, если вы кушаете там 5-7 раз в день, у вас уходит полчаса, то в общей сумме вы очень много тратите на это время. Если вы не будете кушать, то вы солите массу, а вам это не надо. Да, скорее всего. То есть это, конечно, зависит от генетики, но очень много ребят, кто начинает тренироваться, они именно эктоморф. Поэтому жрать придется просто капец. Просто бедрами. Плюс, следующий, это волевые качества развиваются у человека. Что такое волевые качества? Волевые качества, это когда человек приучает себя кушать правильную еду, не кушать всякий трэш, там, гамбургеры, макдональдс и так далее. Приучает себя вставать в какое-то определенное время, режим у качков, у всех, у большинства качков, есть режим, естественно. Потом, ходить в зал. Многие люди просто не могут заставить себя пойти в зал, а качки вынуждены ходить, потому что у них сила воли развивается, и они себя просто вынуждают, даже если не хотят, даже если там не особо хорошее самочувствие, они пойдут в зал и будут бомбить, особенно если это профессиональные качки, у которых есть огромные цели, там, выступить, занять какое-то место, они будут добиваться своей цели, как бы, и что мы советуем и вам. Да, но также в последнем плюсе кроется очень большой минус, это травмоопасность. То, что, вот как Артурик уже сказал, если вы начинаете тренироваться слишком фанатично, даже через плохое самочувствие, это может выйти боком. Вы там будете делать какое-то упражнение, будете стараться на волевых качествах своих, упорно, но при этом вы можете не рассчитать и просто травмировать себя. Все. Это все. Я тебе объясню. Просто не перебарщивайте, ребят, главное везде адекватность, то есть, не бросаться из крайности в крайность, а просто найти золотую середину и следовать ей. И давайте сейчас такой конкурс сделаем небольшой. Мы назвали все плюсы и минусы. Если вы знаете какие-то плюсы и минусы еще, пишите обязательно в комментариях, потому что будет интересно почитать и полезно, естественно, многим ребятам. Поэтому пишите, и я поставлю лайк самым находчивым ребятам. Все? Все. Пока. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok